То есть вообще-то создавать кастомные фильтры для Snapchat можно было еще в 2017 году. Давайте на актуалочку залетим. Загрузить фильтр в TikTok может только TikTok. Здесь снимаюсь без масок, потому что нужно принимать себя такими, какие мы есть. Первый в Украине digital meeting, что у Google нулевая экспертиза в юзабилити. Слушай, чел, посмотри, это очень круто. Ты должен выполнить всего лишь 6 простых действий. Будете делать digital людей. Мы не ограничены реальностью, поэтому... Вы сами создаете, собственно. Привет, это BitPodcast. Здесь журналисты приглашают экспертов, и мы вместе пытаемся разобраться в каких-то сложных темах. Сегодняшний наш эксперт Дмитрий Корнилов, CEO FaceMe. Сегодня мы поговорим про дополненную реальность, про виртуальную реальность, про Instagram, Snapchat, маски, виртуальных инфлюенсеров и все на свете. Также в студии Сергей Лебедь и... И у этого Екатерина. Yes. Слушай, давай я сначала попробую на своем на дилетантском объяснить, чем вы занимаетесь, а ты потом правильно это сделаешь. Смотри, как я это понимаю. Вы делаете для бизнеса штуки дополненной реальности, маски, 3D-объекты, виртуальную одежду, там виртуальных инфлюенсеров. И делаете это в премиум сегменте, то есть под заказ и максимально вот качественно. Да, привет. Ну, ты частично прав. В целом можно нашу услугу запищить более, скажем, лаконично. Мы создаем Instagram, Snapchat, TikTok, фильтры для брендов. И у нас также есть дополнительные услуги, которые мы можем делать, исходя из нашего стейка. Это цифровая одежда и виртуальные инфлюенсеры, про которых ты говорил. Это еще вот вещь, которую мы только запускаем. Это инсайт. Да-да-да, это инсайт буквально на следующей неделе. То есть мы еще это как услугу прямо сейчас не предлагаем, но будем предлагать уже совсем скоро. Мне кажется, когда этот подкаст выйдет, вы уже станете лидерами виртуального инфлюенсернга. Да-да, я надеюсь, что так и будет. И что хотел сказать, ну, насчет разработки 3D, ты сказал, это такой побочный продукт, точно не основной, поэтому вот я бы все-таки сказал, что мы создаем Instagram, Snapchat, TikTok, фильтры для брендов и продукты на основании этих технологий, в том числе цифровая одежда. Но в основном вы работаете с лицом, но я там видел, есть кейсы для дизайна интерьеров, есть кейсы там по одежде, конечно. Ну, скажем так, с лицом просто кейсы самые популярные. Да, кстати, я хочу сказать насчет вот премиум. Мы себя так не позиционируем как премиум, мы делаем однозначно качественно и, наверное, одни из, ну, самые качественные продукты на рынках СНГ и, наверное, входим в топ-10 в мире. Но мы не позиционируем все как лакшери или, знаешь, премиум. Просто это, да, это продукты для, ну, скажем так, ну, их может позволить себе и малый, и средний, и большой бизнес. То есть они не являются какими-то там overpriced или что-то. Слушай, где условия лучше, в ТикТоке или в Инстаграме или в Снэпчате? Тут они отличаются… у этих трех компаний сильно отличается подход. Вот это реально прикольно, что прям видно, как фаундеры по-разному… фаундер или борт по-разному видят. То есть у Фейсбука позиция такая, что они делают свои инструменты, стремятся делать их максимально доступными для пользователя любого уровня. То есть они упрощают рекламный кабинет, чтобы ты мог запустить в нем рекламу, даже ничего не умея, настолько просто. То же самое касается фильтров. Spark AR сделан таким образом. То есть есть такая интересная вот аномалия, что всякие курсы запускают там инфо-цыгане, типа ты научишься делать масочки за полтора часа и будешь зарабатывать, да, по 300 тысяч в месяц. Но это все фейк. Чтобы научиться делать крутые фильтры, нужно столько же времени, чтобы научиться делать крутые сайты или крутые моушн-видео. То есть, наверное, чтобы просто войти приблизительно в профессию, нужно минимум полгода потратить. Так вот, Facebook делает свою платформу максимально доступной. Он позволяет креаторам зарабатывать. То есть креатор может сюда войти независимо, что-то делать и, собственно говоря, продавать это бизнесу. У снапчата у них другой акцент. У снапчата сильный акцент на технологию. То есть Facebook относительно снапчата отсталый. То есть вообще история интересная такая, что в 2015-м снапчат выкатывает свои фильтры. Спустя два года, по-моему, их выкатывает Инстаграм. В это же время, когда Инстаграм только выкатил фильтры, снапчат уже выкатил свою платформу для создания фильтров. То есть вообще-то создавать кастомные фильтры для снапчата можно было еще в 2017-м году. И спустя два года, в 2019-м, эту же платформу выкатывает Инстаграм. То есть у Facebook везде на два года отставания, за то, что они все делают таким юзабельным, массовым. А у снапа, у них суперпередовые технологии. Например, вот та самая примерка одежды, цифровая одежда, фулл боди трекинг, она доступна только на снапчате. Распознавание лиц животных, кошачьих, собачьих только на снапчате. Еще куча классных фишек только на снапчате. Но сама по себе их студия, она сложнее. Там нельзя вот так вот залететь и все сделать. Там намного больше программирования. Но тоже платформа является открытой. То есть по сути любой может зайти и начать делать. А у TikTok, у них вообще другая стратегия. У TikTok закрытая экосистема. То есть, во-первых, ты не можешь скачать редактор TikTok. Если ты даже его нашел, найти его в интернете возможно. Загрузочный файл ты сделал. Ты дальше ничего с этим не сделаешь файлом. Ты не можешь его продать бренду. Почему? Потому что загрузить фильтр в TikTok может только TikTok. Это закрытая экосистема. TikTok и TikTok находит dedicated партнеров. В том числе вот таким образом он нашел нас. Которых он внедряет в эту экосистему. И по сути эти партнеры, они работают как аутсорс. То есть, если, к примеру, бренд заказывает TikTok фильтр у нас. Мы делаем интерн на TikTok. Бренд платит TikTok, а TikTok платит нам. То есть, мы как получается так. Сложненько, сложненько. То есть, TikTok сам выбирает, кто туда что загружает. TikTok сам решает. А, важный момент. Это сложно, но TikTok зарабатывает. Да, конечно. На этом. То есть, TikTok на этом зарабатывает. То есть, с каждого фильтра TikTok имеет какую-то большую маржу. А Facebook с того фильтра, который мы сделали для клиента, ничего не зарабатывает. И с насчет тоже. А вот мне интересно, вы прислали TikTok некий фильтр. Он может сказать, что нам это не нравится? Уберите его. А там не такой флоу. Там флоу такое, что TikTok дает заказ. То есть, по сути, мы в TikTok, и другие разработчики в TikTok, это просто разработчики, которые делают по техническому заданию. Они не имеют никакой абсолютно там автономности, и это как просто руки. По техническому заданию TikTok? Да. То есть, приходит в бренд, а TikTok сам составляет в течение. Нет, в бренд приходит с задачей. Они говорят, то есть, в брендах есть какое-то рекламное агентство. Они там вместе наштормили какой-то челлендж, какую-то маску. И они приходят с этим в TikTok, что мы захотелем запустить такой-то челлендж, в котором будет такая-то маска. Она будет делать так и так. TikTok там задает какие-то уточняющие вопросы, их менеджер в смысле. Как-то если нужно там корректирует ТЗ, после общения со своими разработчиками, например, говорят, вот это возможно, это невозможно и так далее. После чего это задание утверждается, спускается разработчик, разработчик четко по нему делает. TikTok не разработчик, а сам TikTok демонстрирует эти промежуточные там какие-то итерации, и фильтр согласовывается, все. И TikTok сам получает загрузочный файл от разработчиков, сам его загружает. То есть вся власть, как бы, доносится средоточная у них. Вот мне интересно. Допустим, вчера случается что-то очень громкое, и я владелец некого бизнеса, и я залетаю утром в студию и говорю, давайте на актуалочку залетим. Насколько быстро можно сделать фильтр? За один день. Можно. Можно сделать даже за пару часов. Прелесть конкретно фильтров заключается в том, что они не обязательно должны быть сложные по дизайну, чтобы работать. Они даже больше того, мы доказали в этом году, что вообще любой дизайн не обязательно. Мы сделали, если ты видел, фильтр без фильтров, который абсолютно ничего не меняет. Нет, я этого не видел. Мы сделали проект, есть фотограф киевская Диана Андруник, и у нее есть проект «На такая кончевана». Это проект… Социальный проект. Да, социальный проект. И для этого проекта мы запустили благотворительный флешмоб, в рамках которого мы использовали фильтр, который ничего не меняет. Он так и назывался. Он назывался, как-то я уже забыл, то ли без фильтру, то ли такая-кья, что-то такое. Но, в общем, он еще не менял. И этот фильтр отлично залетел. Все снимали с ним сториз. Мы классно собрали денег. И поэтому фильтр – это, по сути, с собой являет медиавирус, в котором главным образом… Вернее, один из юст-кейсов фильтра – это просто медиавирус, которым определяющим является не дизайн, а информация, которую он несет. Идея, да? Идея, да. Это же как недавно художник продал ничего за какую-то там безумную сумму денег, и к этому ничего прилагался сертификат о том, что это ничего, на самом деле искусство, на самом деле арт. Ну, типа того, да. То есть, если, да, какая вот концепт… Ну, это концепт, это интересно. Это то, что имеет однозначный вес, поэтому, да. А вот исходя из того, что сейчас такой идет новый, не знаю, тренд, все говорят о том, что все хотят, типа, менять себя при помощи масок, и у блогеров особенно пошла такая история, типа, вот я снимаюсь без масок, потому что нужно принимать себя такими, какие мы есть, не применять фильтры, не менять там цвет глаз, цвет кожи. Это может быть каким-то вот, я не знаю, риском или угрозой для вот, в принципе, сферы и для, ну, вашей деятельности прямой получается? Однозначно нет. И это связано с тем, что бьюти-фильтры, они являются всего лишь одним из юзкейсов, при этом, конечно, очень сильно распространенным и даже отчасти драйвером роста этого сегмента, но они не являются, тем не менее, все-таки таким юзкейсом, на котором все стоит, потому что фильтры есть, я уже не помню, сколько, пять или семь, как минимум, основных вот мы выделяем мотивации, почему люди используют фильтры. И, кстати, забавно, что мы, по сути, определили для себя эти виды мотивации, и потом на днях мы опубликовали, как раз, отчет Snapchat по AR, и мы увидели, что Snapchat, согласно surveys, своим опросам, которые делала для них Deloitte, тоже, они тоже определили эту мотивацию. То есть, по сути, мы интуитивно угадали то, что потом было получено по результатам опросов. Так вот, к этим мотивациям для использования фильтра относятся, кроме того, чтобы быть красивой, красивой или быть красивее, относятся выразить свое мнение, показать свое чувство юмора, то есть, показать, что ты смешной. Дальше, выделиться, то есть, просто сделать что-то, что будет выделяться, неважно, что, каким образом, шокирующим там или еще каким-то. Дальше, дальше это быть креативным. Это суперважная вещь. То есть, вот ты пишешь, допустим, какой-то влог, ты можешь его писать просто, а можешь его писать через а-ля VHS-овскую такую ретро-какую-то фильтрик, или сделать, чтобы у тебя там были рожки дьявола, или еще какой-то. Ты сразу... Или взять фильтр, который не все используют, нарытие в этом где-нибудь. Да-да-да. То есть, это элемент творчества. Опять же, снимаешь свой отпуск, добавил какую-то цветокоррекцию, и вот ты уже такой, типа киношный какой-то парень. Это вот я сейчас перечислил пять мотиваций, но есть еще другие. И тоже добавлю их, немаловажно. И вот шестой вид мотивации, как ты сказал про инфоповоды, это быть частью актуального события, или актуального движа. Я за цирк без творин. А я за то, чтобы принял законопроект про Стамбульскую конвенцию и так далее. То есть, вот эта шестая вещь. Ну, и есть еще дополнительные там подпункты, например, почувствовать ностальгию. Это тоже относится к этим... Да, есть такое, уже 25 лет, уже хочется чувствовать ностальгию немножечко. Так, вот цирк без творин. Цирк без творин, это ваш кейс. Вы сделали вместе маски с You Are You Animals. Да, там была маска как бы зверя. Да, был и клуб, коля животное. Да, и текст, там не только было я за цирк без творин, а там еще... Хутор, это кровавое жлобство, еще, по-моему, один или два. Как к вам попасть? Условно говоря, соцпроект должен просто откликаться в вашем мировоззрении, в ваших ценностях, и тогда он к вам попадет. У нас есть платформа Face Social, на который бизнес может подать заявку для того, чтобы поддержать наш благотворительный проект по CPA-модели, где люди будут снимать stories с благотворительным фильтром и отмечать бизнес, а бизнес будет за это делать донаты. Это суперклассная вин-вин штука, которую мы придумали. В свою очередь, социальный проект может подать заявку или же написать нам в личку. Мы всегда отвечаем в Instagram, Facebook, и вот так и происходит. То есть сейчас у нас, сегодня, прямо сейчас происходит релиз нашего нового фильтра для UI Animals. И он сегодня будет? Он уже есть. Он уже есть. Это фильтр с татуировками на все тело, и он очень трендово стильно выглядит, там разные татушки по тематике. Ты еще задал вопрос про о том, как мы выбираем эти социальные проекты. Это у нас был, когда мы только открыли Face Social, было достаточно много заявок, и в том числе у меня перед мной стояла задача в целом популяризировать направление КСО в Украине. Ну, то есть я сам себе ее поставил, разобраться и поделиться опытом. И я понял, что с КСО, вообще с благотворительностью, одной из проблем является непрозрачность определенная и очень разный уровень этих организаций с точки зрения и менеджмента, и того, что вообще происходит в рамках их проекта. Ну, есть региональные какие-то организации, есть все украинские, есть глобальные на сотни человек. Есть даже люди, которые просто сказали, что я решил помогать там условно животным во дворе, и я сам себе организовал. То есть это просто добрый человек, он не является. Короче говоря, что у нас мы сформировали определенные критерии, и к этим критериям главным образом относится то, что организация должна обладать всей необходимой документацией, чтобы подтверждать свою деятельность. И второе, организация действительно должна быть благотворительной. То есть, например, просто, ну, бывают, как бы, организации, которые выполняют достаточно благие цели, но они по своей сути изначально являются коммерческими. Например, существуют в рамках какого-то бренда. Какого-то бренда, да. И тогда мы и таким организациям мы говорим, что они должны нам платить, потому что они, по сути, их функция – это рекламировать бренд за счет благотворительности, и, соответственно, если они нас привлекают как рекламный инструмент для рекламы своего рекламного инструмента, то они должны заплатить. А вот они вам должны понравиться? Вот лично открываешь тот список организаций? Однозначно, но такого нет. То есть мы прокоммуницировали за эту весну с более чем десятью разными фондами, и были абсолютно разного типа уровня и по коммуникации, и по упаковке. Мы вообще никак не ранжируем. То есть мы понимаем, да, некоторые добрые дела делаются в привычном для нас стиле, но и они, мол, по стилю коммуникаций, например, они совершенно современные. Они дерзкие. Ну, такие, да, дерзкие. Жлобственно. Мне это в целом импонирует. Есть более олдскульные ребята, но они достигают своих целей, своим путем, мы им тоже помогаем. Поэтому, по сути, главным образом важными факторами являются то, что я сказал. Слушай, я знаешь, что только что понял? Вот реально только что. Вот эти же маски, они могут быть как условно митинг в соцсетях. То есть ты такой, я за, там, что цирк бестворин, и ты делаешь себе маску, и сотни тысяч делать себе маски, и у тебя просто вот митинг в сторис происходит. Да, ну вот, по сути, забавно, как бы, что ты это сейчас понял, потому что я именно таким образом это и формулировал, когда рассказывал про кейс Your Animals, и больше того, кейс Your Animals так и назывался, что первый в Украине digital meeting. Digital meeting. То есть тут, да, действительно прикольно, потому что получается, что на митинге мы видим, как люди с некоторыми, с некими плакатами, гаслами идут один за другим, и в сторис получается та же картинка, что люди с этими же гаслами идут один за другим. То есть получается, ментально что-то есть похожее. Да. Слушай, так, мы подошли к тому, что, вот о чем мы с тобой уже говорили, все digital, то есть митинг digital, такси, заказ еды, люди себя фоткают в масках, там, какие-то фильтры, все digital, и вы теперь через неделю будете делать digital людей, digital инфлюенсеров. Да. Как вы к этому пришли? То есть это же прям новый уровень для вас. Давайте сейчас вообще определим, что такое digital инфлюенсер. Извините, так, digital инфлюенсер это, ну, грубо говоря, мультяшка, правильно, да? Нет, не мультяшка. Ну, так, чтобы там моя мама поняла. Ну, это не мультяшка все равно. Это, вот смотри, допустим, это даже, это ближе не к мультяшке, это ближе к, вот знаешь, есть, это персонаж. Это персонаж, и он может выглядеть как угодно. Не обязательно мультяшно, он может выглядеть суперчеловекоподобно. Да, и он, и наш цифровой инфлюенсер выглядит как человек. Ну, то есть это созданный 3D персонаж, за которым стоит команда дизайнеров, копирайтеров, люди пишут им историю, люди пишут им сценарии, и этот персонаж, как бы, от своего имени общается с аудиторией. Таких штук, на самом деле, в мире не так уж и много. Сейчас давай по порядку. История с цифровыми инфлюенсерами, она на самом деле не новая, ей уже, ну, минимум несколько лет, и ее пробовали уже по-разному воплощать. Самым популярным является юзкейс Лил Микелы, на который всегда ссылаются абсолютно все клиенты, это такая азиатская инфлюенсер, и мы за этим всем следили, мы не понимали точно, как это воспроизвести, мы не понимали, насколько есть или нету на это запроса у бизнесов, но в определенный момент к нам начали приходить запросы от бизнесов, причем это было два запроса практически синхронно в одно и то же время, и в результате одного из этих один из клиентов, он был очень настойчив, настолько настойчив, что мы, по сути, проинвестировали в это сами, и начали ресерчить, заказали определенные девайсы, эти девайсы к нам приехали, это и все затеи, очень загорелся наш CTO и сооснователь студии Егор Кумачев, он прям вот все время в свободное время от фильтров маньячит с этим костюмом, там с этими модельками, и вот он делал, 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 пока в определенный момент он мне сказал, слушай, чел, посмотри, это очень круто, у меня получилось, действительно получился настоящий человек с суперклассно детализированным лицом, мимикой, человек, который повторяет мимику реального человека в режиме лайв, человек, который, как зеркало, по принципу зеркало, по сути, перед головой размещается камера, и вот все, что ты говоришь, да, все, что ты говоришь, этот же человек повторяет в реальном времени, но больше того, мы научились делать так, чтобы этот человек повторял еще и движение тела, то есть теперь наш виртуальный инфлюенсор может танцевать тикток, короче говоря, мы пришли к этому, потому что мы следили за рынком, мы знали, что есть такая вообще возможность, мы знали, раньше мы знали, что аудитории это нравится, потому что мы видели, что Лил Микела пользуется популярностью, потом мы поняли, что это нравится бизнесом, и потом мы поняли, что это возможно с точки зрения технологий, мы нашли наш способ, потому что наш способ, он может отличаться от других способов, мы нашли наш, нам еще нравится он, он эксклюзивный и мы будем делать им. И вот получилось то самое волшебное пересечение трех кругов. Есть вообще по поводу любого продукта или услуги отличные проверочные три круга. Первый круг это польза для аудитории, второй круг это польза для бизнеса и третий круг это возможности технологии. Когда эти три круга пересекаются, продукт взлетит. Когда пересекаются только два из трех, продукт не взлетит. И вы сделаете для себя и для кого-то еще. Да, именно так. То есть мы сейчас запускаем этот продукт для себя же. Больше того, этот инфлюенсер, которого мы запускаем, мы будем тоже на нем зарабатывать. То есть мы будем предлагать услугу рекламы у этого инфлюенсера. Но также брендом мы будем предлагать создать отдельного инфлюенсера для них. Теперь, наверное, вернусь к самому основополагающему вопросу. Что такое виртуальный инфлюенсер? Виртуальный инфлюенсер это такой же инфлюенсер, как обычный инфлюенсер. То есть человек, на которого подписываются и за которым следят в соцсетях, потому что он генерирует какой-то интересный контент. Единственное, и так же, как у реального инфлюенсера, у него есть определенные райтеры. Потому что у него всех инфлюенсеров как бы... У миллионников, скорее всего, есть там команда, пиарщики. Так же, вот как у него есть команда. Так же и тут есть команда, которая таким-то образом формирует контент-план, помогает с постингом, помогает с фотографированием. Потому что, опять же, у инфлюенсера у всех, у них же не все селфи. У них там классные фоточки. И вот нашего инфлюенсера тоже будет фотографировать классный фотограф. И единственное отличие от реального инфлюенсера заключается в том, что он не обременен физическим телом. Соответственно, не может устать. Может быть где угодно. Может быть абсолютно где угодно, экзекли. То есть он может сегодня быть в бурсе, завтра он уже будет в Берлине. И даже без Пфайзера он туда попадет. И да, это true story. Тут интересно тоже с этим виртуальным инфлюенсером, что мы не ограничены реальностью, поэтому мы сами ее создаем. Ты говорил там про какой-то кейс очень плохого виртуального инфлюенсера, который там говорит какую-то фигню, типа купи наш товар. И говорит это абсолютно. Вы как маркетинговый агент события наставлять бизнес, вот когда вы его даете им инфлюенсера, вы расскажете, что с ним делать? Потому что у меня такое ощущение, что сейчас появится очень много таких же самых, которые купили наш товар. Да, вот я сейчас туда сделаю уже тоже. Вернусь к этому разговору, на который ты сейчас ссылался. Я упоминал кейс, который сейчас ходит по интернету. По-моему, ТНТ. ТНТ Россия запустили там виртуального инфлюенсера. И вот видно, что они к новой технологии применили абсолютно старое восприятие. То есть восприятие... Какое раньше было восприятие и роботов, и каких-то там таких вот цифровых существ, что это не люди, и они слегка нелепые, и слегка такие глупые, что ли. Ну, не такие умные, как человек. И вот они говорят такие какие-то шаблонные фразы, что привет, привет, я виртуальный инфлюенсер. Я был создан великим человеком, чтобы вас, людей, развлекать. Вот так он говорит роботически. Телеканалом. Самым лучшим телеканалом. Ну, короче, он как-то говорит неестественно, ведет себя неестественно. И это фейл, потому что такого человека, такого инфлюенсера люди не будут к нему никакой иметь эмпатии. Вообще, самое важное в истории с виртуальным инфлюенсером и даже и в целом с коммуникацией сейчас, это вызывает ли она эмпатию. То есть может ли человек себя проассоциировать с этим. И мы будем делать таких инфлюенсеров, которые однозначно в первую очередь обладают человеческими качествами, живут человеческую жизнь, вызывают эмпатию, вызывают эмоцию. Но чисто в теории у кринжа тоже есть аудитория. Поэтому вот этот тентешный, он может залететь в аудиторию кринжа, и все будут с него смеяться просто. Да, но я это воспринимаю как такой коммуникационной аномалии, в которых чаще всего результаты не такие, как изначально в них закладывались. Так вот, насчет того, что ты спрашиваешь. Мы абсолютно всегда ко всем нашим продуктам прилагаем инструкции. То есть можете опять же спросить любого клиента, что каждый раз, когда мы отправляем загрузочные файлы, им также прилетает два других файла. А именно, как загрузить маску в инстаграм, пошаговая инструкция. И как запустить маску в инстаграм, пошаговая инструкция. Потому что на обоих этих этапах можно нафейлить. Больше того, им всегда прилетает также предложение провести просто индивидуальный звонок и еще пораживать максимально подробно с кучей любых вопросов, даже самых, как бы, кажущихся простыми вопросами. То есть, просто я понимаю такую вещь, что любой абсолютно предмет может принести пользу, если им пользоваться правильно. И любой предмет, даже очевидно полезный, то есть, в стакан. Если я его сейчас переверну просто, то пользы не будет. Поэтому любой предмет, если использовать неправильно, он может, он никакую пользу не принесет. Поэтому мы хотим, чтобы наши продукты все, и фильтры, и инфлюенсеры, приносили пользу. Мы делаем супер детальный мануал, потому что если клиенту принесет пользу наш продукт, то по итогу польза будет для нас. Ну да. Я немного работал таргетологом. И очень частая ситуация, когда владелец бизнеса хочет то, что точно не сработает. Вот я просто понимаю. К вам наверняка же приходят люди, заказывают. Можно нам на лицо людям 100 логотипов, пожалуйста, наших? Да. Мы им так и говорим, что это не работает. Если клиент настаивает, мы им так делаем. Почему мы так делаем? Потому что таким образом клиент сможет вырасти. Он сможет получить опыт того, что конкретный данный инструмент так не работает. И мы проводим постоянное образование касательно того, что не работает. У нас есть статья на ММР. Блоги у вас на сайте есть. Вредные советы. Как создать фильтры, которые не работают. Там прямо написано, подобран сборник таких флонов. Давай этот сборник. Ну, собственно, огромный логотип на все лицо или сотни логотипов это точно не работает. Брендинг не работает. Еще не работает очень сложная механика. Когда, допустим, кто-то где-то что-то увидел или даже хуже того просто. Кто-то что-то придумал, не понимая специфику инструмента. И получается фильтр, в котором ты должен выполнить всего лишь шесть простых действий. То есть открыть маску, потом пролистать три свайпа кнопки, там тапнуть, потом моргнуть, кивнуть головой, позвонить Юрию и Дудю, и тогда фильтр заработает. Может быть. Вот это тоже не работает. Что еще не работает? Это некачественные фильтры. Просто плохо сделаны. Просто плохо сделаны. Ты открываешь фильтр, у тебя вот бьютификация, которую мы оставались, она просто съехала. То есть у тебя есть твое лицо, а тут рядом твое лицо, оно красивое просто. И это выглядит очень жестко. А все почему? Потому что привлекли как бы разработчику, который еще так и учится. Он это создал по условно мэньюалу на ютубе, который опубликовал такой же учащийся индус. Да, он купил курс у инфоцегада, научился. Ну вот типа того. И вот эти вещи не работают, не работают фильтры с надуманным, неестественным и неактуальным креативом. То есть вот часто бывает история про такая, что вот там у нас значит наш бренд, он сейчас условно про отдых в каких-то там, не знаю, в каких-то странах. А в эти страны сейчас невозможно въехать и у людей это вызывает раздражение. Конечно. И мы им говорим, теперь значит ты туда там поедешь с помощью фильтра. Кажется, что в общем-то даже в этом есть смысл. Но на самом деле в этом смысла нет. Потому что у людей это вызывает неправильную эмоцию. И человек понимает, что он не может с помощью, ну заменив фон, он не перемещается. Ну короче. Что у него год назад сгорели билеты и он до сих пор не может их поменять. То есть нам нужно очень четко понимать, твой креатив, он ложится на то, что происходит сейчас. Или вот еще пример. Это, например, дать бьюти-фильтр аудитории, которая вообще снимает абсолютно другой контент. То есть сделать фильтр, не соответствующий потребностям аудитории. Ты недавно на маркетинг-форуме говорил про самую основную формулу инстаграм-фильтров. Аудитория бренда будет рекламировать бренд, если вы предоставите им инстаграм-фильтр, который выполняет их коммуникационные потребности. То есть у тебя есть коммуникационные потребности свои, причем они у тебя разные в инстаграм, другие в фейсбук, третьи в linkedin, четвертые еще где-то у тебя тоже есть. То есть ты хочешь быть одним в телеграм-канале своем, другим ты готов быть в твиттере, третьим в инстаграме, четвертым. И тебе нужно под каждую, у тебя под каждую соцсеть свои задачи, соответственно под каждую соцсеть у тебя разные инструменты. Соответственно. Окей, пару недель назад, может быть пару месяцев назад я видел анонс первых массовых очков дополненной реальности. Вы... От какого бренда? А я забыл, блин, я где-то написал себе. Короче, ну были гугл-глассы, которые что-то там умерли в итоге, и вот новый бренд говорит, все, мы сделаем, там через два года что-то они будут. Вы вообще ждете, ну это же продолжение того, что вы делаете? Мы однозначно ждем, ну вернее так, мы не сидим и ждем, как ждуны. Мы вообще, кстати, ничего не ждем, всегда оперируем тем, что есть сейчас. Но очки дадут невероятный рост рынку и, конечно же, они дадут очень много бизнеса нам. Что касается того, кто может их отрелизить, такие очки, есть на самом деле только три компании, которые сейчас могут выпустить подобные очки. Эти компании это Facebook, у которых есть целое подразделение, которое называется Reality Labs, которые занимаются подобной разработкой. Они купили одну из, один из больших стартапов, связанных с очками. Oculus, по-моему. Oculus, да. Значит, Snapchat выкатили сейчас как раз очки. По-моему, Snap Spectacles то ли третьего, то ли четвертого поколения. Я очень хотел бы их себе получить. Их раздают только по, ну не по invite, там по какому-то закрытому предзаказу. Ну, в каком-то момент они станут масс-маркетом. Я знаю, что в этих очках уже есть некий функционал дополненной реальности, прям в них встроенный. То есть ты условно через очки смотришь на продуктовую полку в супермаркете и через линзу тебе проецируется... А? Не, не, не ценный. Ну какая-то, пока что какая-то фигня. Условно смотришь на бананы, видишь танцующий банан. То есть уже как-то они работают, они как-то работают, но это еще все равно не то. И я однозначно знаю, что над этим работает Apple. И по моему убеждению, именно Apple сможет выпустить первые очки, которые станут массовыми. Я думаю, что это будет через 2-3 года, судя по прогнозам по росту рынка, который я видел недавно. И почему я верю именно в Apple? Потому что у Apple самая крутая экспертиза по юзабилити. То есть почему Google вот эти Glasses, которые ты упомянула, провалились? Потому что у Google нулевая экспертиза в юзабилити, кроме как Google. Google очень удобный. И их продукты там Gmail, Google Drive, Google Docs. Но все, что дальше делает Google, обычно достаточно своеобразно это сказать. Поэтому в Google не верю, а вот я уверен, что Apple выпустит то, что будет юзабилити. У вас есть план уже? То есть вы себе уже напридумывали штук, которые вы бомбанете, когда выпустят очки дополненной реальности? Скажу так, мы не занимались этим целенаправленно, потому что в этом сейчас нет смысла. Почему? Потому что, во-первых, мы не уверены, что те вещи, которые мы придумаем, будет возможно реализовать технически. Во-вторых, мы не уверены, что в тот момент, когда это все произойдет, у людей будут те потребности, что есть сейчас как бы. Да, логично. И поэтому мы работаем с той инфой, что есть. Ну а вообще, я подозреваю, что будет, ну по сути, появление таких очков породит волну запроса на новый вид контента, который адаптирован под эту платформу. Поэтому, чтобы это не было, мы это будем просто производить и все. Но я думаю, что люди будут кастомить себе вообще окружение. То есть ты наделать щечки такой, хочу, чтобы все вокруг были эльфы. Раз, у всех маски эльфов. Или я вот живу в районе, где хреновые девятиэтажки некрасивые, серые, хочу, чтобы архитектура поменялась. Раз, и все другое. В общем и целом, именно вот это как раз направление, то есть по сути тех же фильтров для очков, я считаю, что оно будет одним из тех, которым мы будем заниматься больше всего, потому что оно нам уже родное. И это просто перенос всего в другое медиа, перенос всей этой истории. Поэтому, да, думаю, что такими вещами будем заниматься. То есть у нас уже есть, смотрите, есть уже просто фильтры, которые тебя делают лучше. Есть уже цифровой человечек или нечеловечек. Есть цифровая одежда. Что дальше? Ну, в смысле? Цифровая. Нет, ну просто какие есть еще, я не знаю, направления, какие-то идеи, которые вот потенциально осталось. То есть понятно, что персонажи уже будут, и мне кажется, что бизнес подхватит эту историю, потому что все сейчас говорят о том, что у бизнеса должно быть лицо, и это будет очень прикольно работать. Это вот именно ты правильно тебе подменила, что цифровой инфлюенсер, он приколен тем, что он не безрисковый с точки зрения человеческих факторов. И он не стареет. Ну и это тоже, да. Да, и это можно, то есть его можно как бы как паблик, как это, господи, спикера бренд использовать. Ну хорошо, а что будет дальше? Мне просто сложно придумать, что может быть после человека вот такое абсолютно новое. Хотя мне, наверное, и человеку было сложно подумать, что будет виртуальный, который будет инфлюенсером именно. Знаешь, я, ну так много сейчас на самом деле новых кейсов, юзкейсов происходит, что я даже сейчас не особо задумываюсь над следующими уже, потому что еще эта страница не перевернута. Я могу сказать просто про общий тренд, который будет, который заключается в том, что мы все больше, у нас учащихся все больше и больше будет смешиваться реальная реальность и цифровая реальность. То есть вот эта история про первому игроку приготовиться, она очень-очень недалека от действительности, потому что возможности виртуальной реальности, которую мы сегодня вообще не обсуждали, но тем не менее она тоже есть, она тоже растет. Виртуальная реальность тоже развивается и девайсы, и люди любят с ней играть по чуть-чуть. Второе, это сильно развивается киберспорт. Что это означает? Это означает, что если в наше время, в мое время, мне сейчас будет 33 года на днях, и в мое время игры это были просто игры. Типа вещь, в которой ты отвлекался, они были прикольные, какие-то более реалистичные, какие-то менее, но всегда, все равно мы поняли, что это игры, всего лишь игры. Сейчас игры стали настолько реалистичными, игры стали в основном многопользовательскими, в играх появилось столько элементов из реальной жизни, например, общения в реальном времени. То есть и voice, чаты, и такие чаты. Дальше в играх появились атрибуты из реальной жизни, как одежда. Ты в игре можешь купить себе мерч. И важно для других, важно, как ты выглядишь в игре, как в реальной жизни. То есть настолько уже сейчас молодое поколение сейчас растет на играх, в которых очень много атрибутов реальной жизни, и для них эти вещи уже становятся, ну, в общем-то, такими же реальными. Такими же важными точно. Поэтому да, новое поколение, оно уже будет, в жизни нового поколения цифровая плоскость нашей жизни, скажем так, будет иметь больший вес. Соответственно, атрибуты реальной жизни будут появляться все чаще в цифровом пространстве. Дима, обожаю кейсы, которые вы делаете. Уже, в принципе, час жизни от вас отняли. Спасибо, что пришел. Было очень интересно послушать. Вы и ваши виртуальные лайки и комментарии туда, и заходите на B2A. Увидимся. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки.